Райский закрома, где прячут свои деньги и уклоняются от уплаты налогов 120 богатейших людей мира, среди которых и королева Великобритании и действующий госсекретарь США. Очередное международное расследование журналистов вытащило на свет пренеприятнейшую для многих информацию. Кто всплыл в райском досье? Подробнее Светлана Чернецкая, она в Лондоне. Через полтора года после громкого Панама-Гейта новые масштабные разоблачения. По сути, райское досье – это иллюстрация того, как богатые становятся еще богаче. Это расследование международного консорциума журналистов и его партнеров. 400 журналистов из 67 стран в течение года изучали полученные инсайдерским путем бухгалтерские отчеты компаний, помогающих выводить деньги в офшоры. Среди них международная юридическая фирма Applebee, славящаяся очень влиятельными клиентами, среди которых принцессы, голливудские звезды и главы правительств. Расследователи изучили 13,5 миллионов документов. И на этой неделе началась первая волна разоблачений. По всему миру выходят специальные репортажи о том, как богачи научились обходить законы. Милости прошу на Бермуды, красивый остров в Атлантике. Но это намного больше, чем просто несколько хороших пляжей. Это место притягивает миллиарды долларов самых богатых людей и больших компаний со всего мира. Из документов видно, что самые зажиточные люди мира переводят свои капиталы в так называемые налоговые оазисы. Они используют сложные системы трастов и фондов, чтобы уклоняться от уплаты налогов. А это значит, что государственные бюджеты разных стран не досчитываются огромных сумм. Впрочем, запутанные финансовые схемы не всегда означают, что эти люди нарушают закон. Это может быть и просто удачным манипулированием законодательства. Среди хитроумных богачей госсекретарь США Рекс Тилерсон, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, всего более 120 политиков из 50 стран, в их числе и Украина. Также такие фирмы-гиганты, как Nike, Apple и Facebook, даже Её Величество, Британская королева, инвестировала 13 миллионов долларов в офшорные компании на Бермудских и Каймановых островах. До конца недели расследователи обещают обнародовать ещё больше разоблачительных материалов. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала Интер.